Если к чему-то во Вьетнаме и подходит выражение «все лучшее сразу», так это каодаизму. Это совсем молодая религия, зародилась в 20-е годы 20-го века, как раз здесь, на юге Вьетнама. Каодаизм вобрал в себя элементы буддизма, конфуциантского, даосизма, католичества, культа предков и спиритических сеансов. А уж святыми тут могут стать самые неожиданные персонажи. Не терпится уже заглянуть в этот храм. Субтитры создавал DimaTorzok У вас очень красивый храм. Спасибо. Очень много цветов, все такое яркое. Потому что это храм для нашего бога. Он должен быть красивым, красочным и величественным. А что же означает само слово каодаизм? Каодай переводится как башня. То есть это высокая башня, где обитает наше божество. Его тоже зовут Каодай. Отсюда и пошло название всей веры. Как появилась эта религия? Наш бог через избранного человека поделился откровением и подал сигнал создать новую религию, в которой бы все религии мира как бы сосуществовали вместе. Мы стремимся, чтобы все живые существа, люди, животные, растения, жили в этом мире в гармонии. Прямо как в каодаизме уживаются вместе разные религии. А нет ли в этом противоречия? Как они между собой уживаются? Да, между религиями есть различия. Но главное, что их все объединяет, то что они учат людей делать добрые дела. В этом суть и каодаизма тоже. Смотри, вот здесь наверху изображены те, кого мы почитаем. Согласно каодаизму, было три периода божественного откровения. Во время первого бог доносил свою истину до людей через Лао Цзи. Во второй период откровения передавались через Конфуция, Моисея, Иисуса, Будду, Мухаммеда. А каодаизм – это третье и финальное откровение. Вы знаете, для меня, пожалуй, самое удивительное открытие, связанное с вашей религией, это то, что помимо традиционных святых, у вас еще есть такие неожиданные персонажи Жанна Д'Арк, Лев Толстой. Как они оказались в ряду прочих? Это не мы придумали. Принять этих великих людей в число наших святых приказал наш бог. А еще здесь считаются святыми, например, Владимир Ильич Ленин и Уильям Шекспир. Их имена, как и основы религии, последователи каодаизма получили на спиритических сеансах. По сути, во время общения с духами, главного таинства религии. Но на эту тему мой хай предпочел не распространяться. Чтобы увидеть духов и выйти на связь с Богом, нужно пройти долгий и сложный путь, твердо верить и совершать только добрые дела с открытой и чистой душой. Но даже если я и видел что-то во время сеансов, я никогда об этом не расскажу. Да и никто из нас. Тем самым мы оскверним свою душу. Также в каодаизме принято следовать принципам вегетарианства, воздерживаться от алкоголя и почитать предков. Это уже от традиционной вьетнамской религии культ предков. А еще одинаково уважать мужчин и женщин и разные национальности. Оля, попрошу тебя немного отойти. Почему надо отойти? Я как священнослужитель должен думать только о Боге и ни о чем другом. Я не имею права жениться. Так что я стараюсь держаться подальше от красивых женщин, чтобы не сойти с этого пути. Ой, вы уж меня простите, что я невольно стала своего рода искушением. Красота человека никогда не виновата. О человеке говорят только поступки его души. Твоя красота – это как раз привилегия от Бога. Субтитры создавал DimaTorzok